Здравствуйте! Выходной день в разгаре. Крымская кухня предлагает вам провести отдых со вкусом. Минимум времени на приготовление, максимум на незабываемо вкусные впечатления. Мы находимся в ресторане «Персона Грата» города Симферополь вместе с шеф-поваром с заведением Сергеем Мишиным. Приготовим блюдо. Судя по продуктам, которые мы видим на столе, очень даже необычное сочетание, да? Да. Первое блюдо – это будет сегодня арбуз с сыром фета, крымским луком, инжиром, васаби в правильной гармоничной пропорции. То есть это будет очень вкусно и здорово. Второе блюдо уже будет более, скажем так, наверное, осенняя тема. Это будет крымская говядина с кремом из картофеля и корня сельдерея, с жареными опятами и картофелем пай. Сочетание арбузной сладости и свежести с солоноватостью сыра фета – это летнее лакомство, которым стоит себя побаловать. Сочность сырной массе придает лук, а неповторимый аромат – специи для гриля. Васаби, инжир и микрогрин дополняют закуску необычным вкусом. Самое, наверное, сложное из всего из этого будет просто нарезать очень мелко ялтинский лук. Арбуз у нас сладкий, сыр фета соленый. И вот пытались с чем-то соединить эти два вкуса, чтобы их так сильно не рвало. И я решил добавить в сыр фета ялтинский лук и добавить немного васаби. И, само собой, микрогрин тоже дает свою свежесть, и это все более балансирует вкус. Инжир я также использую в этом блюде, но, наверное, больше в качестве декора. Обычный репчатый лук использовать, наверное, не рекомендую, потому что будет горечь. Да, будет горечь. Можно использовать белый салатный лук также. Но это все, опять же, мы говорим про внешний вид. У нас будет в белой массе синие кусочки лука, а также выглядит достаточно красиво и эффектно. Поэтому, исходя из вкусовых качеств, белый лук можно использовать, а вот из внешнего вида не рекомендую. Далее мы сюда добавим специи для гриля. Здесь у нас тушеная горчица, перец, немного соли. Добавляем сыр фета. Если сыр фета вам покажется достаточно плотный, ну, все зависит от марки производителя, можно немного добавить сливок. Но у нас сыр достаточно мягкий, эластичный. И соединяем, да, лук со специями с сыром фета. Вымешать. Обычную брынзу использовать сюда не желательно. Не, не то, да, не то. Будет именно вот сыр фета за счет своей солености и консистенции кремовой получается. Брынза будет рассыпчатая и не тот вкусовой эффект. А нам нужен крем, да, вот консистенция сама такая. Так вот получается вот такая вот у нас масса. Даем постоять буквально несколько минут. Арбуз. Арбуз, да. Должен быть сочным, красным. И желательно без косточек. Опять же, можно вырезать ножом, можно взять ложку для мороженого, чтобы шарик сделать. Я гарнирным кольцом вырезаю. Вот такие кружочки, да? Вот такие кружочки, да. Делаем подушку под каждый кусочек. Выкладываем зелень микрогрин, да? Да, микрогрин. Это ростки люцерны. Они также свежесть дадут нам. И такая необычная, да, оригинальная подача. Выкладывается арбуз. Дальше мы берем вторую ложку и делаем такие вот крем. Во-первых, удобно работать с ним. Он загустел достаточно, да, еще? Загустел уже, ну, лук. Сильнее. Да, такой уже потерял свой такой яркий аромат. Уже сыр забрал на себя это. Получится более однородный вкус. Для приготовления вот этого крема вы наверняка экспериментировали, да? Пробовали что-то добавить, что-то убрать. Да, очень-очень много. Потому что я же говорю, изначально вот когда я увидел это сочетание, я захотелось его приготовить и попробовать. И когда я понял, что просто фета и арбуз, ну, достаточно интересно, оно разрывает вкус. То есть у тебя сразу арбуз пускает сок, у тебя сладость, свежесть. А потом остается такая осадочная кислота сыра, соленость даже, наверное. Инжир. Это то, о чем я говорил, то есть достаточно красиво, эффектно выглядит инжир у нас. Он в качестве подается в качестве декора, но в то же время... Да, сейчас в это время года можно, ну, то есть практически любое блюдо декорировать инжиром. Это очень, скажем так, красиво, эффектно. Ну и, конечно... Возьмем, опять же, да, то есть у нас есть цветы. Съедобные цветы, которые также украсят. И можно украсить. Закуску. Они и цвета придадут. И еще немного. Дорога побегал. Микрозелень. Также очень полезно, модно сейчас. Басаби, ну, сбалансирует у нас вкус. И также сыграет по цвету, да? Да. Какие еще вот такие необычные блюда вы вот в последнее время приготовили? Вот самое какое-то экзотическое ваше блюдо. Это французский луковый суп. Суп, который варится, в принципе, из жареного лука и бульона. При подаче, то есть в него ложится, ну, французский багет, посыпается сыром, и он подпекается. Достаточно интересно и здорово получается. Этот декор называем землей. Да, ну, на самом деле, это высушенная черная булочка перемолотая. Кто-то делает этот из сушеных маслин. Так, закуска готова. Закуска наша готова. Чтобы приготовить закуску, сыр фета соедините с луком, добавив специи для гриля. Получившуюся массу выложите на арбуз. При подаче украсьте закуску микрогрином и инжиром. Аппетитный стейк из говядины, обжаренный в сливочном масле и запеченный до румяной корочки – это сытно, вкусно и празднично. В качестве гарнира к блюду подается пюре, приготовленное на основе сельдерея и картофеля с добавлением шафрана. Поджаренные опята с луком – это пикантное дополнение к блюду. Следующее блюдо, которое мы сейчас приготовим – говядина не просто с картофелем, а с картофельным кремом. Да, но больше сельдереевым этот крем можно назвать, так как в нем больше будет присутствовать сельдерея, чем картофеля. И в первую очередь для того, чтобы мы начали уже готовить, нам нужно поставить варить сельдерей, поставить варить грибы. Нам понадобится картофель, а грибы какие сегодня будем использовать? Опята, лук, инжирь также. Инжирь, да, я говорю, что в принципе можно декорировать. Если мы поставьте, пожалуйста, на дальнюю правую комфорочку, пусть греется вода. Это для грибов, сельдерей. Сельдерей, корень сельдерея. Да, вообще такой полезный, хороший продукт. Почему-то его на самом деле мало где используют. Не дооцениваем, да? Да, да, да. Но, наверное, еще может быть потому, что у него нет стабильности. То есть его середина весны, он буквально недавно начал опять появляться на рынке. То есть в зимнее время года его много, в холодное. Но опять же, в холодное время года у нас корнеплодов куча разных. Достаточно, да. Да, мы можем делать, что хотим. А вот когда начинаются проблемы с корнеплодами, и он, получается, пропадает из поля зрения. Достаточно яркий такой аромат, ярко выраженный аромат. Да, ярко выраженный аромат, очень полезные свойства у него. Очень хорошо он сочетается с мясом. Сегодня мы используем говядину. Вы заранее уже замариновали? Она в сувиде приготовленная. То есть ее на температуре 54,6 градуса, 100 минут мы выдержали. Теперь нам ее достаточно просто обжарить на сливочном масле на сковороде, и она будет готова. То есть иметь на разрезе будет хороший ярко выраженный розовый цвет. Так, далее. Далее возьмем картофель. Картофель. Будем отваривать вместе с сельдиным, да? Да, да. Будем не чистую воду использовать для того, чтобы варить, а с молоком. Почему именно молоко? А также и для вкусовых качеств хорошо очень, и для эластичности нашего крема. Все-таки это будет не пюре, а больше как крем. Сливки добавим, когда уже протрем это все. Но пока также для цвета и аромата крема мы используем шафран. Тоже такой ярко выраженный аромат. Ярко выраженный аромат и цвет. Наливаем еще немного воды. Да, воды доливаем так, чтобы все это покрылось. Немного воды. И также отправляем на плиту. Да, отправляем на плиту. И ждем, когда у нас закипит. Можно вот. Пока у нас комфортка. Да, да, да. И накрываем все, чтобы быстрее закипело, да? Так, тем временем подготовим грибы. Опята, опята. А какими можно еще заменить? Вешенки. То есть у нас на самом деле в Крыму представлено большой ассортимент грибов. Тот же рыжик можно, ту же лисичку. То есть кому что по душе, тот те грибы может и использовать. Ножки не понадобятся? Ну, ножки, смотрите, вот эту ножку можно использовать. Она, а эта вот пустая. То есть это уже ножка, которая высохла, она не нужна. Тоже ее чуть-чуть подрезаем. Достаточно сытное блюдо, да? Да, достаточно сытное. Ну и достаточно, по сравнению с первым, достаточно трудоемкое. То есть много времени нужно подрать на его препятствия. Да, на него нужно много времени, но я думаю, оно того стоит. Сергей, любимое блюдо шеф-повара? Одно. Вы можете выбрать из тех, которые готовите? Честно, яичницу очень люблю. Вот, да. То есть то, что вот хорошее домашнее яйцо, вот, правда. Ну, здесь, наверное, тоже есть свой какой-то секрет приготовления. Да, да. Я жарю, то есть дома, для себя, для семьи. Яйца всегда на смеси оливкового и сливочного масла. Сливочное масло, опять же, только домашнее, ну, фермерское. То есть, и я всегда жарю глазунью. Так, чтобы белок свернулся полностью, аж он только остался все-таки жидким. Ну, а там уже, то есть, кто что любит, кто-то любит. Бекон добавить, кто-то любит. По желанию того, что-то зеленью, может быть, да? Ну, вот, честно вам говорю, то блюдо, которое вот я... Простое, но вкусное, да? Поэтому... Вода закипела. Да, сейчас мы подсолим ее чуть-чуть и смог подсолить. Так, достаточно хорошо ссалить ее, потому что грибы вариться будут недолго. Добавляем веточку тимьяна туда. Ну, и когда варить будем, тимьян чеснок добавим. И когда обжаривать будем, мы все равно. Опускаем чеснок и тимьян. Насыщаем. Можно засыпать. И опускаем. Буквально 10 минут. Тимьян уже раскрыл свой аромат. Как у нас красиво, да? Бурлит картофель. Ну, шафран сделал свое дело. У нас получается яркая желтая такая масса, да? Да, грибы у нас отварились. Да, потом мы их будем еще обжаривать. Слышно, давайте снимаем наш картофель. Снимаем с меня. Да, с сельдереем. Ставим сюда, да? Да, будем его протирать. Отсюда, да? И вот через сито, да, пробиваем все это. Превращаем в пюре образную такую массу. Ну, да. Потом будем доводить ее до вкуса. Оставшийся бульон нам понадобится? Нет, нет, нам тут уже понадобится сливочное масло, сливки. Такое своеобразное пюре, да, приготовленное? Да, да. Необычный способ. Я знаю даже вот люди некоторые в домашних условиях, когда готовят обычное картофельное пюре, добавляют кусочек два селья, ну, не в такой, конечно, пропорции, как мы, но как бы добавляют. То есть нравится ли мне этот свежий вкус его, аромат. Лучше выбирать, чтобы хорошо развариваться. Работаю розовым картофелем. Исключительно розовым, да. Во-первых, из-за вкусовых качеств. На самом деле, мало кто знает, а, ну, это, наверное, может, потому, что в деревне вырос. На самом деле, белый картофель, белые сорта картофеля, это кормовой картофель. С большим содержанием крахмала. То есть это больше используют для скармливания животных. То есть, а вот розовые все сорта, там, синие, красные, это уже более картофель, который предназначен для еды. Сергей, вот готовя то или иное блюдо, ваши основные требования, да, к продуктам? Может, к выбору, да, к продуктам? Да, то есть, ну, скажем так, я не стесняюсь пользоваться нитратомером, то есть не стесняюсь. Принимая закупку у закупщика, я проверяю на наличие нитратов, кестицида, это очень важно. Я, скажем так, да, готовя на кухне, отвечаю за здоровье тех людей, которые приходят ко мне в заведение. Плюс, это все-таки, все больше стараюсь отдавать предпочтение местным продуктам. То есть, как бы, как видите, у нас на столе, в принципе... Крымская продукция, сливочное масло, комнатной температуры, да, и... Да, ну, сливочное масло всегда, как бы, ну, в работе, на кухне, не в холодильнике стоит, а так. То есть, меньше времени уходит на то, чтобы оно здесь растаило. Также не теряется температура при приготовлении. Сливки, скольки процентные? Это 26. 26 процентов. Опять же, 33 процента сливки использую так, там, в пасту или для соуса. А если добавлять там в тот же крем, то добавляю такие сливки. Они более, как сказать, жидкие и не делают такую кремовую, как сказать, тягучую массу. Вот получилось у нас пюре, да, как пюреобразное. Посолить, поперчить. Необходимо? Перец, нет. Не добавляем. Тут достаточно соли. Сельдерей, на самом деле, да, достаточно такой, ну, имеет ярко выраженный вкус, поэтому... Перебивать его не не стоит. Да, то есть, мы его добавили для того, чтобы чувствовать этот вкус в креме. В принципе, крем наш готов. Крем готов. Вот такая вот жидкая масса получается. Если вот взять на более мелкое сито перетереть, то есть, не будет так чувствоваться крупинки, блендерам не рекомендую перебивать, будет кисель. Мы разобьем у картофеля зерно крахмала, крахмал заварится, и получится такая масса, на которой можно будет клеить обои. Подготовим грибы. Грибы отварили. Теперь нам нужно их немножко поджарить, да? Ну, лук вот просто вот так вот, чтобы он просто с ними жарился. Он нам просто отдал свой вкус, да? Не нужен, да, не нужен. Маринованные грибы использовать это блюдо не рекомендуют? Нет, 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 нет. Можно, ну, проще взять замороженные, но чтобы гриб был свежий. Так, что-то нам понадобится... Просто раздавить на чеснок. Да, он отдаст свой вкус. Тебе, лук, чеснок, ну, в принципе, все. Немного масла оливкового, да? Немного оливкового. Оливкового масла. И опускаем лук, тюрька и чесночок. Те, кто кушают, да, грибы, вот, ну, постоянно. То есть, я возьму себя, я люблю грибы, но, кроме меня, у меня их, например, дома никто не ест. Поэтому, у меня, допустим, их нет. Я их не собираю, там, не... Люди, которые постоянно кушают грибы, собирают их, я знаю, вот, что можно домой до них прикинуть. Всегда дома лежит пакетик замороженных грибов. То есть, для себя они их проваривают, замораживают. Поэтому, как бы, они даже, скажем так, грибоеды такие ярко выраженные не маринуют грибы, а больше их замораживают. Немного времени, да, понадобится, чтобы обжарить грибы? Да-да, нам надо, ну, да, чуть-чуть, чтобы они поджарились и взяли в себя лук. Аромат семьяна, да, и чеснока. Подготавливаем мясо, мясо уже тут со специями. Какие специи используют? Опять же, специи для гриля и розмарин здесь. Специи это сугубо, скажем так, личные, да. Не, есть, конечно, ну, там, несовместимые или, например, наоборот, вот только это, но не в этом блюде. То есть здесь можно, так, будем обжаривать на сливочном масле, просто вот до придания золотистой корочки. Скоро расстроилась, хорошо. Да, расстроилась, добавляем сливочное масло. Сливочное масло. Грибы, тем временем, у нас хорошо поджарились. Не жарея его. И отправляем точный такой кусок мяса жариться на сливочном масле. Как долго обжаривается мясо? Нам нужно только золотистую корочку. И сливочный аромат, да, конечно? Ароматом растопленного сливочного масла, наверное, не сравнится ничто и никто. Ни одно из масел, наверное. Вы чаще используете сочетание, смесь масел, да? Почему нет? И для ароматных, ну, для ароматных качеств и для температуры горения. У разного масла разная температура горения. То есть сливочное масло горит очень быстро. Я его сейчас разбавил оливковым, то есть у оливкового на порядок выше температура горения. С каждой стороны равномерно он и прогревается. Поджаривается. Вот такой вот сочный, аппетитный кусок мяса, да? У нас на сковороде мы его сняли. И приступаем к серверу. С чего начинается сливочное масло? Крем. Который приготовили на основе садерей и картофеля. Вот таким образом. Грибы. Грибочков добавим. Так, грибы. Далее. Далее берем наш стейк. Стейк, местный. Посмотрим, что там внутри, да? Отлично, видите, какой хороший розовый цвет. Розовый такой, видите ли, цвет. Так, и в качестве декора используется? Картофель пай. Он придаст такое интересное похрустывание. Помидорчики у нас для цвета, для свежести блюда. Так как у нас соус, в принципе, мы не используем здесь. Они также придадут сочность. Да, да. Вкус. Инжир. Инжирчик можно добавить. Тоже неплохо с мясом сочетается. Сочетается, да? Да. Есть немного зеленого цвета у нас микрогрина. Их есть вот такие вот интересные цветочки. Они тоже селёк. Да, да. Это тоже из разряда микрозелени. Последние штрихи и стейк с необычным кремом из сельдерея. Да, готов к употреблению, скажем так. Блюдо готово. Чтобы приготовить крем из сельдерея, в молоко опустите картофель, корень сельдерея, добавьте шафран и отварите в течение 30 минут. После чего, пропустив через сито, заправьте сливками, по вкусу посолите. Грибы отварите в подсоленной воде, опустив веточку тимьяна. Затем обжарьте с луком в оливковом масле, добавив чеснок и тимьян. Мясо замаринуйте в смеси специй для гриля и розмарина. Затем обжарьте в растопленном сливочном масле. На сервировочное блюдо выложите крем из картофеля и сельдерея, затем поджаренные грибы и стейк. При подаче украсьте блюдо картофелем пай, инжиром и помидорами черри. Чтобы сыр фета при нарезке не крошился, нож опустите в горячую воду и протрите бумажным полотенцем. В закуску, по желанию, можно добавить немного кинзы. Чтобы корень сельдерея не потемнел, сбрызните его соком лимона или уксусом. В качестве самостоятельного блюда к пюре из сельдерея подают гренки. Для придания пюре аппетитных оттенков рекомендуется использовать паприку, а также сок свеклы. Вот такие летние сочные аппетитные блюда готовы в завершении нашей программы. Сергей, ваши пожелания нашим телезрителям. Как вы увидели, благодаря таким смелым решениям и соединениям продуктов в блюда, мы приготовили два таких сегодня кулинарных шедевра. Поэтому не бойтесь экспериментировать, радуйте своих близких вкусной и оригинальной едой. Приятного аппетита! Сегодня вы пополнили свою коллекцию еще двумя удачными рецептами. А сколько вкусного и впереди! О новых трендах в мировой кулинарии ровно через неделю. До встречи!